Приветствую на канале How to Spain. Здесь все об Испании для иностранцев. Меня зовут Виктория Белякова, я директор агентства How to Spain. Мы помогаем переехать в Испанию и интегрироваться в новой стране. И сегодня у нас необычный гость. Это известный артист, сценарист и шоумен Антон Лирник. Тот второй чувак из Дойта Миничехова. Привет! И ты сказал, что вы, куда бы ни приехали, всегда находите или люди сами находитесь, своих людей, вот в Айп определенный. Ты сейчас сколько уже в Валенсии? Четыре месяца, там чуть больше, чем четыре месяца. Да, ты знаешь, да. Во-первых, ну даже просто, вот я иду по своему району, встречаю пару, которые меня узнают. Мы знакомимся, узнаем, что у них тоже сын. Он ходит в одну школу с моей дочерью. Ну, все, вот мы там, ну вот, мы сдружились очень быстро и очень крепко сдружились. Очень быстро нашли друг друга, поняли, что мы очень похожи. И дети дружат наши. И вот таких ситуаций на каждом шагу. У меня есть большое количество друзей, еще киевских, киевлян, которые сейчас живут здесь. И они живут прямо, то есть мы-то живем в центре Валенсии, в старом доме, у нас там нет соседей вообще. А они живут чуть дальше, на окраине, в новом, огромном, красивом небоскребе. Ой, это любимый дом всех наших украинцев. Самый дорогой дом Валенсии. Да, и там только украинцы. И я туда езжу играть в падл, потому что там у них есть корт, и там всегда есть с кем поиграть. У каждого украинца уже ракетка, все, уже форма, все, кроссовочки, все, уже все. То есть там корт, который не закрывается, просто вот весь дом играет в падл. Я туда к ним езжу играть, и это круто, я им завидую, потому что, ну, это просто общежитие украинцев. Это так круто. Супер. А Ма проношла подружек? Ну, вот эта семья, другие есть в классе? Марфы, да, в классе, в параллельном классе, в соседней школе, но в нашем районе живут ребята. В общем, так у нее постепенно нет таких, знаешь, нет такого, ну, вот одноклассники, наверное, самая сильная привязка, потому что они каждый день встречаются вместе, общаются, да, это прям классная привязка. А так остальные, понятно, у всех своя жизнь, часто не поездишь друг к другу, но невозможно. Но, я не знаю, в неделю, мне кажется, что раза два точно Марфа или едет к кому-то из друзей, или к ней кто-то приезжает, потому что мы такая, мы очень гостеприимная семья в этом плане. К нам, чтобы дети приезжали на ночевку, мы всегда только счастливы. Давайте, давайте к нам детей на ночевку, да. В общем, Марина-то готовит, наверное, все хотят покупать. Да, Марина готовит прекрасно, да, я всегда с детьми играю, то есть ночевка, пожалуйста, я читаю им сказки, ну, то есть баюкаю, поэтому мы в этом плане идеальные друзья для родителей с детьми, потому что нам можно отдать ребенка, пожалуйста, и он не пропадет, будет все хорошо. Вот, и поэтому и Марфа тоже, она тоже любит кому-то из друзей поехать на ночевку, все, это, конечно. Друзья испанцы, или это больше украинцы? Нет, все в основном украинцы, да, в основном украинцы, конечно. С испанцами пока, ну, языковая проблема, пока не получается. Поговорим через полгода, нет, ну, через полгода я не выучил еще, но через год я уверен, что у нас уже будут друзья испанцы, потому что, я думаю, что Марфа будет первая, кто приведет в наш дом друга испанца, потому что так было в Турции, но в Турции жили тоже, просто дверь в дверь, через коридор жила турецкая семья. И Маруся, моя жена, познакомилась с турчанкой, которая была хозяйкой этой квартиры, они сдружились, там, буквально за два вечера они начали видеть друг друга в гости, а потом туда переехали дети, и Марфа просто, все, это мои друзья, все, я с ним, все, давайте их ко мне. И Марфа еще плохо говорил по-турецки, но уже пыталась наладить этот контакт, то есть, там, 10 слов на турецком языке, а дети вообще не знают ни русского, ни украинского, ни английского, турки. И вот, ну, Марфа как-то находила контакт, и вот поэтому я думаю, что Марфа будет первая, кто наладит контакт с испанцами, и вот она будет нашим проводником в испанский мир. Как Марина продолжает готовить украинские блюда, что-то из Турции, возможно, любимый рецепт? Все, нет, турецкую кухню надолго, надолго отставили в сторону, ну, потому что за два года, и сама турецкая кухня, она не такая разнообразная, как украинская или испанская кухня, и она, не знаю, ну, короче говоря, это на любителя. А так, да, она готовит очень много украинских блюд, и хотя мы регулярно ходим в украинский ресторан, потому что там потрясающе, вот. Но Маруся, конечно, готовит. И осваивает, ну, у нее блюда из разных, она готовит сегодня грузинскую, завтра сербская, послезавтра мексиканская, ну, что-то такое, она все время что-то экспериментирует, да, вот. Обещала чили конкарне. Маруся, я жду чили конкарне. А ты знаешь, что испанки довольно редко дома готовят? Да, я знаю это, поэтому я считаю, что мне повезло с женой. Тебе очень повезло, серьезно. Мы однажды снимали квартиру, дожили, это была первая квартира в Аленсе, и там не было духовки. Я говорю, нет духовки, я бы хотела что-то готовить. Вы будете готовить дома? Я говорю, ну, да. Он говорит, так вот же, у нас пара и вар, еда на вынос. Говорит, зачем ты будешь тратить время, чтобы готовить? Тебе что, заняться нечем? Иди с мужем погуляй, иди с семьей, с друзьями пообщайся, вам сходи, купи еды. Я так удивилась, говорю, может, все-таки духовку? Ну нет, она не согласилась. И потом я задумалась в том, что вот эти вот пара и вар, они везде. Это действительно удобно. Да. У нас напротив офиса пара и вар, там всегда выходной день, особенно видишь людей, семьи, они вышли, купили, пришли домой, разложили, вот смотрите, какая я хозяйственная молодец. Нет, это круто, это круто, но просто умрусь, это просто... Это творчество, это выражение ее тоже. Да, это ее творчество. Она делает все с таким подходом, с любовью, это самовыражение. Не просто, что вот мне нужно с утра встать, всю семью накормить, три литра борща сварить, она делает так, чтобы каждый раз удивить и как-то что-то новое привнести. Да, да, да. Для нее это форма творчества. Это очень круто. Она именно... Повезло с таким хобби мужа. Да, но при этом я не могу похудеть. Поэтому есть плюсы, есть минусы. Я такой больше интроверт, то есть я там на сцене работаю, именно выкладываясь, а в жизни такой, ну спокойный. Ну и вот в компаниях обычно, когда мы собираемся друзьями, я самый спокойный человек в компании. То есть я такой тихий. А Маруся наоборот, вот у нее есть это природное, она натуральный тамада. Ей нужно, чтобы были гости, чтобы просто вот два-три раза в неделю, чтобы были гости дома, чтобы мы ходили в гости, но лучше, чтобы к нам ходили. Вот чтобы это налаживание контактов, она не может, ей нужно постоянно поддерживать контакт со всеми, со всеми общаться, разговаривать. У нее это не отнять. Я там могу неделю, могу ни с кем не разговаривать. Просто когда нет работы, когда она уезжает, я неделю сижу дома, читаю книжки. Кайф. Да, вообще ни с кем не общаюсь, ну только с ней, и все. Никуда не хожу. Она не может так. Вот ей нужно постоянно эту циркуляцию, ей нужно все время эти сказки поддерживать. Ты много энергии отдаешь на творчество. Да, 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 я поэтому аккумулирую ее. Между выступлениями я ее аккумулирую. У меня будет более коммуникабельный тоже. В обычной жизни, скажем так, в компании, он там, давайте на дискотеку. Ты сейчас уже чуть постарше, меньше такого, но раньше намного больше, чем я. Потому что для меня это тоже своего рода работа. Вот какое-то интервью или общение с клиентами. Я искренне наслаждаюсь процессом. Но потом мне нужно какое-то время, чтобы восстановиться. Да, да, да. Это для меня все равно обмен энергии сильный. И потом я домой, и котики, и все. Хотя все говорят, ты такой экстраверт. Это моя работа. Да, мне то же самое. Это работа, я экстраверт по работе. Маруся еще ладно, она уже, ну как-то, я говорю, я устал, я выдохся, я иду читать. Я должен лечь вот там вот с книжкой, и чтобы меня не трогали. Но Марфа, это невозможно, она не воспринимает это как приказ, невозможно. И она все, папа дома, папа ничем не занят. На папе можно прыгать. Все, вот это вот. Я говорю, Марфа, пожалуйста, мне нужно, чтобы никто меня не трогал. Она не понимает. Она говорит, нет, нет, давай играть. Она меня вытаскивает из этого состояния моего. Давай. Антон, когда вы выбирали город для жизни в Испании, ты сказал, что изучал много информации. Как ты искал вообще информацию о городах и в частности о компаниях, в которые обратиться? Как вы к нам пришли? Я просто понимаю, что в Испании я встретила тех людей, которых я никогда бы не встретила, наверное, лично, не общалась бы, если бы я жила в Украине, в Мариуполе. А здесь все эти люди, которых я раньше видела по телевизору и думала, какие классные, крутые. Многие из них становятся нашими клиентами. Для меня это удивительно. Это все благодаря... Как раз находите? Нет, слушай, вы делаете все для этого. Это прекрасно, что у вас есть YouTube, что вы делаете видео, что вы рассказываете о себе. Очень здорово, что есть телеграм-канал. Твой телеграм-канал прекрасный просто. Спасибо тебе большое, что ты его ведешь. Вот это прям чудесно. И это то, что нужно. Именно так вас людей находят. Потому что, ну, как первым делом, ты что? Ты вбиваешь в YouTube, обзор Валенсия. О! Вот. И начинаешь смотреть разных людей. И быстро отсеиваешь тех, кто не очень разбирается. Начинаешь замечать тех людей, кто здесь давно живет. Кто... Кто... Не переводит все. Как тут круто, посмотрите. Вот это, боже, дом науки. Вот это, вот это, вот это все. Нет. Кто четко разбирает. Да, ребята, здесь есть вот это, здесь вот это. Выбирайте сами. Выбирайте сами, пожалуйста. Я вот тоже, слушай, И мне это как раз, меня это подкупает. Когда человек... Ребята, да, вот есть плюсы. Ну, вы их и сами увидите. Давайте мы поговорим про минусы. Да. Вот давай про минусы, кстати. Ты сказал, что есть минусы Валенсии, с которыми ты можешь смириться, ты можешь их пережить. Давай разберем. Вот что тебя, как внув прибывшего... Смотри, главная проблема для меня лично, это серьезная штука. Но все равно, украинцы, мы живем здесь по этой программе, по которой они нас принимают здесь. Да. И, ну, там они, допустим, будут ее продлевать, эту программу. Не факт. Ну, не факт, да. И поэтому для меня главная задача, это как сделать так, чтобы я дальше остался и жил здесь легально, как законопонослушный гражданин, как человек, который рассчитывает на то, что рано или поздно, если не я, то хотя бы моя дочь, она здесь останется жить и получить какое-то будущее. Поэтому для меня это, в первую очередь, вопрос будущего. Меня волнует это. То есть, каким образом это сделать. Именно поэтому я и стараюсь легализоваться здесь максимально. Именно поэтому я открыл свое юрлицо. Именно поэтому я занимаюсь по-белому, занимаюсь своим бизнесом, плачу налоги. Я хочу это делать дальше, чтобы Испания видела, что я приехал сюда, хочу здесь работать так же, как все остальные испанцы, по-честному. И хочу быть здесь таким же равновременным гражданином, скажем так. Ну и согласись, здесь платить налоги, когда платишь налоги, конечно, всем мы хотим оптимизировать, найти способы, но какую-то часть налогов все равно, ты когда платишь, понимаешь, что ты платишь за что-то. Вот мы сейчас идем, это мост цветов. Здесь, кстати, раньше были розы, и местные жители вас протестовали, сколько денег уходит из бюджета на содержание этих роз, и сказали, мы не готовы, сколько-то было много денег, не буду врать в цифры. Но потом изменили на обычные цветы, но красивые. А раньше это были розы. Папа Римский приезжал, и все было в белых розах. Вот такой тебе интересный факт. Красиво. Я как энциклопедия. Это тоже наши налоги. Вот наши с Викой налоги. Я рад, что они сюда пошли. Мне нравится. Антон, почему выбор пал на Испанию? Между какими странами еще выбирали? Слушай, живя в Испании сейчас, у меня такое ощущение, что какая еще страна, ну какой еще выбор, как можно сравнивать? Мне кажется, Испания – это лучшая страна в мире по сочетанию удобства, комфорта, культуры, истории, легкости, свободы и климата. Ну как будто Испания – все это в ней есть в равной степени. Там понятно, есть страны, в которых там какая-то более быстро растущая экономика, и как-то можно быстро и легче заработать денег. Ну да, возможно, есть страны, в которых лучше, не знаю, там страховая медицина, но Испания – это, по-моему, как раз уникальная страна, в которой все это сходится и компенсирует друг друга. Так что у меня не было вопроса даже, когда я попал в Испанию. У меня единственная была какая-то штука, что долгое время был какой-то внутренний стопор, что я себе не позволял думать о том, что ну вот я могу жить в Испании. Потому что мне казалось, что ну это так сложно, туда переехать, боже, а как тут, а как найти, а как адаптироваться, как вот это внутреннее вещи, которые тебя все время останавливают, говорят тебе, Антон, у тебя есть привычный мир, ты живи в нем, давай, не нужно туда дальше, это так сложно, о, не надо. А потом я попал в Испанию, подумал, блин, да нет, да ничего сложного нету, то просто, просто ныряй, просто вот ныряй в этот бассейн и плыви, и дальше все пойдет. И так и получилось. И я поэтому единственное, за что я себя корю, это что я не переехал сюда раньше. Золотая середина. Да, да. Я часто говорю, что рано или поздно мы все окажемся здесь, потому что, как компания по иммиграции, мы видим всех людей, от мала до велика, кто-то переезжает как студентом, кто-то переезжает, чтобы инвестировать, кто-то на пенсию, но рано или поздно мы все окажемся здесь, чем раньше, тем лучше, ты будешь себя чувствовать счастливой. Да. Но ты говоришь, сложно тебе было принять решение переехать в Испанию, но ты же уже до этого пожил в других странах, в другие страны не сложно было переехать? Слушай, всегда сложно. В моем случае, это я такой человек, ну, собрал вещи в чем надо и поехал. То есть, в этом плане, ну, у меня же семья, ну, то есть, есть жена, дочь, и это сложнее, потому что с каждым годом это переезд сложнее. Когда у тебя дочери один год, ты просто взял ее на руки и помчался куда хочешь. А когда ей 7 лет, все, уже начинаются какие-то обрывы социальных связей старых, налаживание новых социальных связей, и мы уже к этому привыкли, уже адаптировались, то есть, мы знаем, что мы в любой точке мира найдем своих. Я знаю, ну, как-то, то ли мы притягиваем людей, то ли мы умеем найти этих людей и очень быстро эту компанию создать. Да, этот вайп, чтобы вокруг нас он был. С детьми сложнее, тем более с 7-летними. Мне кажется, что там у 12-летних тоже сложно, но, ну, неважно. Поэтому каждый такой переезд, он был сложнее, именно с точки зрения того, что ребенок, она взрослеет, и ей сложнее. И поэтому мы понимали, что вот этот переезд, это уже, ну, скорее всего, последний переезд, потому что все, нужно дать Марфе место, где она должна какое-то время пожить, адаптироваться, найти друзей, вырасти, чтобы потом, через время, уже ехать дальше, но уже осознанно, когда она поймет, что, ну, там, надо переезжать по таким-то причинам, и она будет участвовать наравне с нами в обсуждении этого вопроса. Поэтому это был момент последнего переезда. До этого мы переезжали в Турцию, тогда это было как-то, ну, во-первых, мы уехали от от войны, и мы ехали в такой совершенно панике, мы не понимали, куда ехать, и мы тоже, Испания, мы думали, боже, нет, так далеко от Украины, это очень далеко, нет, как это невозможно, надо поближе, и мы искали поближе, и Польша нам не понравилась, там, в странах Балтии мы не нашли себя, и вот как-то Турция оказалась вот этой вот гаванью, да, где мы подумали, что, ну, по крайней мере, мы можем там пересидеть полгода и дальше принимать решение о том, куда ехать дальше, что делать дальше. И вот поэтому случилась Турция. Ну, это, ну, тоже, но Турция это такая страна, в которой можно переждать, в которой можно какое-то время перекантоваться, или наоборот, там, выйти на пенсию, купить там квартиру, и когда ты не хочешь, не любишь кино, театры, музеи, не любишь ничего, ты любишь только пляж, и вкусно поесть, ну, наверное, Турция подходит для таких людей. Но, мне кажется, мы еще не достигли такого возраста и такого уровня, чтобы уже прям выходить на пенсию и все, и наслаждаться жизнью просто на море в Турции. Нет. Турция, она застыла, там какое-то все равно, ты как муха в Йонтаре ты себя чувствуешь, а здесь это жизнь, вот здесь действительно, ну, я ощущаю это развитие, несмотря на то, что вот все говорят про испанцев, что они такие неторопливые, что они никуда не, ничего не хотят, никуда не движутся, ни к чему не стремятся. Нет, это, ну, это на самом деле неправда. Я думаю, что испанцы все прекрасно видят, все прекрасно знают и знают, куда им двигаться, просто они движутся, движутся в своем темпе, который им присущ. И мне это очень нравится, меня это очень подкупает, что это страна, которая развивается и живет. Не более счастливые, мне кажется. Ты знаешь, кто понял жизнь, тот не спешит, часто говорят. Мне кажется, испанцы в некотором плане немного выше нас по развитию. Мы, так как исторически сложилось в наших странах, еще не наелись, не показали всем, какие мы крутые и так далее. Испанцы, у них не было такой большой проблемой, они просто живут, наслаждаются стабильностью, каждый день просыпаются, благодарят жизни за то, что у них есть семья, на завтрак, тостадо, пиво или вино даже. И все, в этом и есть счастье. А мы бежим, бежим, это особенность нации. Антон, ты сказал, что семью переезжать не так просто, как самому, это действительно правда. Но в своих стендапах ты шутишь о том, что инициатором переездов в Турцию, как минимум, была твоя красавица, жена Марина. Она просто выбрала страну, скажем так, да. Просто пальцем, и все. А Испания, тоже был выбор Марины? Нет, это уже я, это уже я, признаюсь, вот тут уже я настаивал, потому что в какой-то момент она сказала, что я настолько устал от переезда, что я никуда не хочу ехать, и все. И она знает турецкий, дочка выучила турецкий, и как-то уже, ну, какие-то корни уже были пущены. И я был единственным в семье, который говорил, что ну нет, ну нет, надо искать какое-то новое место, и поэтому вот я поехал сначала в Испанию с концертами, посмотрел Испанию в разных городах, понял снова, что это страна, которую я хочу, и с большим трудом, хитростью заставил жену полететь к подруге на неделю в Испанию, чтобы она просто вот как бы отпуск. И она, побыв неделю в Испании, я тоже переключилась, поняла, что я имею в виду, и сказала, да, конечно, все, Испания, это наша. И мы там буквально через два месяца прилетели, еще раз посмотрели, еще раз выбрали районы для жизни, вот, и уже тогда все вернулись, собрали чемоданно и полетели. То есть вот Испания тоже было мое влияние. А почему именно Валенсия? Кстати, ты знаешь, что Валенсия признала лучшим городом для жизни иностранцев, согласно интернациональному рейтингу и так далее. Я много смотрел, я много смотрел, естественно, в Ютубе разных видеообзоров, ваши в том числе, то есть мне было интересно посмотреть, что, как, как люди оценят этот город. И мне понравилось, как его характеризуют, я взвешивал минусы, плюсы и понимал, что плюсов гораздо больше, минусы меня, я могу с ними смириться. Но для меня было важно, ну, на самом деле, изначально, почему Валенсия, я здесь был, в любой стране мира мне нравится второй или третий город. То есть, потому что первый город всегда это слишком преувеличено, слишком круто, слишком много денег, слишком все бешено, слишком все драйвово. А второй по величине город или третий по величине город, они обычно почти ничем не уступают по сервису и по, скажем так, инфраструктуре, но они чуть-чуть спокойнее. И вот поэтому для меня, а я считаю, что Валенсия, это вот условно говоря, там Мадрид, Барселона, вот Валенсия, третий город. И я считаю, что он третий может быть с точки зрения экономики, но с точки зрения комфорта для жизни, по-моему, он на первом месте стоит. Поэтому это было осознанное решение. Плюс у меня еще был дополнительный козырь, потому что Валенсия находится примерно в центре этого треугольника. Мадрид, Барселона, Аликант, Марбелли и так далее. И поэтому мне, как стендаперу, который постоянно ездит, мне гораздо удобнее из Валенсии добраться в Мадрид, добраться в Барселон, добраться в Аликант и вернуться домой к Валенсию. Математика, точнее геометрия. Ты, кстати, мне казалось всегда, что творческие люди, они немного хаотичны, он творческий человек, как говорят, гуманитарий, творческий человек. Но зная тебя и Марину, мне кажется, в вашей семье ты более структурный, а Марина более творческая, воздушная. Да, не говори, только я не говоришь. Она не воспримет это как комплимент. Да, хорошо вырежу. Нет, мы оба очень творческие люди, правда, но иногда мы заставляем себя сесть и подойти с аналитической точки зрения к ситуации и все это проанализировать. Да, согласен. Но мы очень часто подвержены таким поступкам эмоциональным и импульсивным. У нас есть такое. У меня мало знакомых из шоу-бизнеса, я всегда думала, что это люди такие «Ааа, побежали!» Я не думала, что это как работа, что на самом деле стендап это творчество, это очень сложное творчество и структурная работа. Это прям работа. Не то, что ты сидишь утром проснулся, а шутки сами в голову пришли, ты вышел, рассказал и так далее. Это очень сложная структурная работа. Очень многие люди, очень многие люди, которые приходят в любое творчество, в сценарное мастерство, в стендап, не знаю, в юмор, куда угодно. Есть очень многие, которые приходят и говорят «Блин, ну я такой классный, у меня вот там есть материал, я написал материал, песню, стихотворение, неважно, юмористический блок, что угодно». И выходит человек на сцену и просто у него так получается здорово, все круто. И он такой счастливый, что вот я нашел себя, какой класс. А потом же ему нужно придумать второе выступление, вторую песню. Второй стендап, ну что-то еще, второй сценарий. А потом третий. А потом четвертый. И вот примерно на четвертом обычно люди срываются, потому что, потому что, «А, так это нужно это делать постоянно? А, то есть я не стану звездой, потому что я такой клевый, а я должен постоянно что-то пахать». И вот примерно на этом, на уровне четвертого, четвертого или третьего стендапа люди часто очень уходят, просто потому что они понимают, что, блин, так это нужно это делать все время. да конечно поэтому вот все те успешные люди которых ты видишь на экране или или ты видишь их как сценаристов или режиссеров или актеров это все люди которые вот это да трудоголики которые ну или друг или у которых попался такой продюсер который умеет заставить этого человека работать каждый день и тогда все получается то есть если или ты сам себя заставляешь или над тобой если кто-то с плечами говорит ты талантливый чувак но только должен каждый день работать работой пожалуйста у многих звезд такими являются жены честно ну мне повезло мягко да она мягкая ласка ласка никакого того никакого да только пряники никаких кнутов абсолютно вот но я знал таких людей у которых ну талантливые актеры у которых вот такие были жены которые что ты лежишь все встал значит пошел спортзал ты должен хорошей форме так тебя зовут на пробы я не хочу идти нет ты пойдешь нет ты пойдешь и ты там снимешься давай то есть вот конкретно такой человек который толкает толкать и вот такие жены или продюсер этим занимаются но в идеале конечно артист должен быть сам таким а для стендапа это просто без этого вообще никуда потому что все что у тебя есть это твой материал твои шутки поэтому ты хочешь не хочешь ты должен каждый день садиться и писать иначе что ты очень быстро выпадешь из-за боя антон заговорились о дисциплине а как в испании ты поддерживаешь дисциплину здесь и сиеста фиеста релакс нет у меня дисциплина касается очень немногих вещей честно говоря я не очень в этом плане четкий человек в плане там занятий спортом или четкого соблюдения графика дня зачастую я это отпускаю на как-то на волю то есть у меня есть определенные вещи которые которых я придерживаюсь всегда то есть вот там писать допустим сочинять что-то работать выступать я себе специально назначаю специально назначаю себе концерты то есть вот назначил концерты все никуда не сбежишь ты должен к ним готовиться должен должен в это правильно войти должен их отработать это да это не тоже дисциплина она тоже относится к графику это то что кстати там ребенка все нужно проснуться во время отвезти в школу обязательно нужно в это время прийти забрать из школы потом погулять поиграть с ней накормить снова погулять поиграть что-то еще вот нужно во время уложить что касается работы и что касается ребенка Вот это вот две, скажем, нерушимые вещи, которые в моей жизни являются направляющими, вдоль которых все бежит. А все остальное, вот это все остальное хаос. То есть, если я понимаю, что, ну, окей, я сделал свою работу, все, я на сегодня закончил, так, ребенок в школе, так, хорошо. Я могу, наконец, значит, как-то расслабиться, позволить себе заняться чем-то, что не связано ни с работой, ни с семьей. Окей, тогда это книга. Поэтому меня чаще всего я или уткнувшись в ноутбук провожу время, потому что пишу, или в телефон, потому что я читаю. Вот это две мои, две мои ипостаси. По поводу дочери, устройство в школу, как раз-таки тот момент, на котором мы нашли очень много общих интересов. Да, спасибо большое. На самом деле, да, ты так там помогла. Это, ну, слушайте, это редкое везение, друзья. Если вы планируете переезжать в Испанию, и у вас дети, которых нужно давать в школу, я, во-первых, рекомендую обратиться к Вике в первую очередь, потому что нам просто повезло. Ну, это не только повезло, это еще ваш опыт и ваша экспертиза, и мы попали в прекрасную испанскую школу. Но везде очереди, везде сложно, поэтому думайте об этом заранее и обращайтесь к Вике, пожалуйста, по этому поводу. Я никогда не думала, что устройство в школу, мы в этой слуге нигде не пишем никогда, потому что она очень сложная. Услуга занимает много времени, мы не пишем, но нас, наверное, сотни клиентов устроили в школу. Потому что это важно для родителей, это самое важное. То есть нам было не важно даже, где мы живем, ну, то есть нам все остальное не важно. Нам важно, чтобы ребенок был в школе, и это прямо это стояло первым пунктом. Я говорю часто, что если театр начинается с вешалки, Испания начинается со школы для иностранцев. Поэтому мы эту услугу все никак не уберем и оставляем, потому что люди, когда хотят переехать в школу, школу найдем, а потом будем искать квартиру, а потом подумаем, как мы будем здесь легализоваться. Я не думала, что это настолько важно. Действительно, Испания для семей начинается со школы. И здесь, да, это стало нашей приоритетной услугой. Я даже не знаю, кто еще занимается этим. Потому что это скрупулезная вещь, которую нужно понимать в испанской бюрократии немножко. Девочки постоянно отслеживают, все меняется постоянно. Ну, хорошо, устроилась мафра, ей сейчас сколько, 7,5 лет? Да, да, 7,5. На каких языках она говорит? Ой, ну, русский, украинский, немножко английский, турецкий, неплохой у нее, благодаря двум годам проживания в Турции. И испанский только начинает. Мы занимаемся, ну, понятно, в школе, она потихоньку-потихоньку, но осваивает какие-то, какой-то базовый, базовый набор слов. И отдельно у нее занятия с преподавателем онлайн, где она тоже развивается, учится. И, возможно, в школе мы еще попробуем выбить еще отдельные дополнительные занятия, чтобы с ней занимались испанским. Конечно, это самое главное сейчас, то есть дать ей какой-то базовый, базовый испанский язык. Вот, но она справляется, ничего. То есть первое время, понятно, это было довольно для нее сложно, потому что она никого не понимает, никто не понимает ее. И это довольно нервно. То есть мы-то взрослые, ну, мы с таким стрессом можем справляться. Ну, окей, ну, язык жестов, не знаю, все что угодно. А ребенок, это довольно сложно, поэтому вот это важно, готовьтесь к этому. Я обращаюсь еще раз ко всем, кто собирается ехать с детьми в Испанию. И нужно заранее ребенка готовить, и нужно хоть немного. То есть ребенок должен знать хотя бы там 200 слов на испанском языке, какие-то фразы общие. Это сразу легче адаптироваться, потому что нашей было сложно. Она не знала ничего, и поэтому она просто не знала, как реагировать. И просто для нее это был стресс. Сейчас, вроде бы, этот стресс проходит, и она уже находит общий заключительницей, и значит, все хорошо. Антон, я наблюдала за твоими социальными сетями, и знаю, что ты активно помогал детям в Турции. И, в принципе, сейчас я вижу, что даже в Валенсии, когда ты проводишь стендапы, то часть твоих гонораров идет на помощь украинским детям. Расскажи, пожалуйста, что именно ты делаешь? Почему именно так ты оказываешь помощь Украине? Немного о своем видении, пожалуйста. Слушай, ну в Турции это просто так совпало, что мы когда приехали, то было как раз начало войны, мы все были в этом ощущении, что надо что-то делать, надо что-то предпринимать, надо как-то не сидеть на месте. И мы случайно узнали о том, что вот в Турции есть украинские дети, детдомовцы, которых перевезли в Турцию из Украины. И мы с ними связались, тут же поняли, что им реально нужна помощь, необходима помощь. Просто у них ничего не было, нужно было собирать вещи. И мы кинулись собирать, и поэтому начали делать вечеринки, чтобы собирать деньги для этих детей. И вот так оно как бы пошло. И мы все это время занимались. Ну, понятно, были еще крупные спонсоры, кроме нас, но и так просто люди собирали. И сейчас тоже, когда я переехал сюда, тоже я подумал, что мы будем делать вечеринки, нам нужно тоже делать благотворительность обязательно. И просто, вот как то, что мы с тобой обсуждали, когда просто люди возникают сами. Ты хочешь что-то сделать, а человек возникает и говорит, я тоже хочу это сделать. И просто буквально на вторую неделю мы познакомились с парнем, который говорит, у нас фонд, у нас фонд, и мы занимаемся. И он рассказал, называется Ukraine 2022, которая занимается реабилитацией детей, в том числе. У них много программ, но одна из программ, это они берут детей, которые пострадали от войны, у которых психологические травмы. Там кто-то был под бомбежкой, кто-то был под оккупацией, у кого-то убили родителей. Ну, то есть все-все-все, и у всех, у них есть база этих детей, у которых есть психологические проблемы. И они их собирают и группами отвозят в лагерь, где с ними работают психологи. Просто пытаются эти проблемы решить, ослабить, повлиять на детей, чтобы они научились сами справляться. Со своими психологическими травмами. И вот они говорят, мы собираем деньги, я говорю, ну давайте. И мы начали, понятно, что мы за лето провели там всего пару вечеринок, мы ничего такого особо не успели. Летом в Испании, Валенсию, ну ты знаешь, в августе все закрыто, в июле уже все закрыто, в августе совершенно все закрыто. Поэтому мы особо ничего не сделали. Но вот в сентябре мы сделали пару вечеринок, пару концертов, я проехался с концертами, и мы собрали, вот сейчас вот сколько, две, почти две с половиной тысячи евро мы можем отправить этим детям, то есть уже там какое-то количество детей уже за наши деньги пройдут эту психологическую реабилитацию. А ты когда проверяешь этот фонд, я извиняюсь за вопрос, но сейчас такая тема, она довольно горячая, потому что много фондов, много людей, которые принимают деньги, но потом они уходят непонятно куда. Слушай, нет, отчеты я вижу, то есть я вижу, как это все происходит. Они постоянно выкладывают отчеты о том, как это прошло, вот дети, вот психологи, вот преподаватели, вот лагерь, вот как это все прошло, вот отзывы детей, вот. И у них, вплоть до того, что там очень жесткая, ну не жесткая, очень правильная, продуманная система, то есть там есть показатели, то есть психологи могут измерить в цифрах психологическое состояние ребенка по разным параметрам, и все это привести к каким-то цифрам. И они дают развернутую картинку, что вот состояние ребенка на начало лагеря, вот состояние ребенка на конец лагеря. То есть как поменялись эти параметры после работы, которые с ним провели. А лагерь находится где? По-разному, но обычно в Карпатах. В Украине, да? Да, вот сейчас не знаю, где сейчас, где будет следующий, но просто был в Карпатах. В Испании тоже привозят на реабилитацию деток? Это отдельная история, нет, это у них именно вот именно на территории Украины они туда возят. По поводу испанца не знаю еще. Вот мне тоже говорили, что сюда приезжают наши, привозят. Но видишь, мы тоже, у нас не так много вечеринок, не так много концертов, мы пока не можем охватить много. Но на каждом концерте я призываю людей, спрашивайте, кто сколько может. И меня очень радует, что практически все зрители, которые приходят на концерты, каждый приходит и там бросает, ну кто-то, кто 1 евро, кто 5 евро, кто 10 евро. Все понемногу, кто сколько может, но все пытаются как-то поучаствовать в общем деле. И это прекрасно, это наших людей очень хорошо характеризует, что они готовы и хотят помогать детям. Наше сообщество очень сплочено в этом плане, считаю. Мы проводили очень много благотворительных таких мероприятий, скажем. И такая как идея, возможно, тоже для вашего лагеря. Когда сюда деток привозят, и мы распределяли, кто какого ребенка может взять, то есть куда сводить. Ну как типа на неделю или на один день, или на пару часов, но что-то показать, какую-то позитивную эмоцию подарить. Это очень круто. У нас Ториехи целое такое комьюнити, и туда привозили очень много людей. Я в себе брала на попечительство на несколько лет. Одну девочку, которая уже потом обратно уехала в Украину. И ты как бы берешь себе одного ребенка, которому помогаешь. Круто. А пока здесь тоже мы всех, так как люди бизнеса, они делают, ну как мне кажется, бизнес это тоже творчество на самом деле. Это то же самое выражение. И мы приглашали из нашего комьюнити разных людей, адвокатов, бизнесменов, чтобы они как-то могли помочь. Кто чем? Кто-то сладости купил, кто-то одежду, кто-то отвел в парк аттракционов. Поэтому когда сюда привозят, на самом деле наши люди, мне кажется, они очень открыты. И вот это чувство сострадания, оно сейчас очень развито. Я надеюсь, что мы зашли. Если у вас будет, то всегда делитесь. Мы тоже в наших социальных сетях, Call to Spain поделим. У нас люди очень с высоким уровнем сострадания. Обязательно. Слушай, я очень хочу это делать. Нам присылаем и будем размещать. Мы откроем сейчас свой клуб, стендап. Мы будем делать там вечеринки. И там будет постоянный, ежедневный сбор благотворительных, просто постоянный сбор денег на помощь этим детям. И в том числе вот в таких программах мы тоже будем участвовать. Просто мы сейчас хотим создать такую точку, где вот постоянное место, куда люди могут прийти. Хаб. Да, хаб. Вот такой хаб мы хотим сделать. Кстати, о детях. Ты единственный актер, стендапер, как правильно это сказать, который не шутит ниже пояса, как говорят. Говорят, что единственный комик, которого можно смотреть всей семьей. Это была твоя стратегия? Уже нет, уже нет. Ты уже шутишь ниже. Уже нет, нет. Уже в моем сольном стендапе я уже эту планку перешагнул. Но один совет, выбирайте такие фильмы, в которых актриса похожа на вашу жену. Удовольствия чуть меньше, но всегда можно отмазаться. Это правда. Потому что, ну не знаю, я сорвался. Знаешь, я думаю, что вот эти вот два года войны, всего этого, они какой-то переключили. И я начал стендапер, стендапер начал больше использовать нецензурную лексику, какие-то острые темы. Слово за слово, ты привыкаешь к этому стендаперскому комьюнити, к стендаперским трендам. И ты понимаешь, что люди привыкли, постоянно зрители стендапа, они привыкли, что комик должен пошлить на какие-то особенно острые или соленые какие-то темы. Поэтому я это делал. Сейчас, когда я выступаю с концертами, то я это минимизировал. То есть, вот у меня в моем сольном стендапе, который на ютубе выложен, там у меня есть в конце, там особо такие, особо нецензурные, жесткие шутки. Но на концертах, когда я выступаю на публике, я сейчас уже от этого избавляюсь, и у меня этого меньше. То есть, это больше такой интеллигентный, такой добрый, мягкий, очень милый стендап. Марфа просмотрит твое выступление, ходит на твое выступление? Марфа, ну нет, она все-таки 18+, поэтому я стараюсь, чтобы она не видела. Она в Турцию попадала пару раз случайно, потому что мы проводили все это в таком месте, куда мы должны были брать ее с собой. Она сидела в отдельной детской комнате. Она оттуда тайком выбиралась, чтобы послушать мое выступление, поэтому она кое-что слышала. А если у нее спросить, кем работает твой папа, как ты думаешь, что она скажет? Она понимает слово стендап? Слушай, ну, да, она знает слово стендап, но она, наверное, скажет артист. Я думаю, она скажет слово артист, потому что она видела меня, что я и пою, и веду свадьбы, веду дни рождения, и выступаю со стендапом, и квизы веду. Поэтому для нее все это смешалось в одну такую, просто в определении артист, папа артист выступает на сцене, вот. А папа каждый раз разное делает, и она знает, что я умею делать все. То есть папа такой универсальный, универсальный столбат. Это очень сложный жанр стендапа. Я так понимаю, что это люди, которые умеют подмечать необычное в обычных вещах. То есть сто человек пройдут, не заметят, а ты заметил, и по факту все это по факту замечают как-то, но не придают значения. А ты можешь заметить и с такой стороны преподнести, что все будет точно, оно же так и есть. Ну, ты права, в этом есть суть стендапа, совершенно верно. Плюс еще ты должен закопаться, ты еще должен часто очень не просто подметить, а какие-то вещи еще поглубже копнуть. А почему этот человек так делает? А может быть поэтому, а может быть такая причина? И это вызывает смех, когда ты начинаешь анализировать, и начинаешь заходить в такие дебри, в которые люди обычно не заходят. Это тоже работает. В Турции это было легко, потому что в Турции такая страна еще дальше от нас по менталитету, и в Турции ты просто выходишь на улицу, смотришь вокруг, и все, у тебя готов стендап, потому что на каждом шагу происходит что-то странное, что-то нетипичное для нас. В Испании не так. В Испании более цивилизованная страна, европейская, поэтому здесь нет такого прямо бросающегося в глаза, такого перепада. Но все равно, конечно, я сейчас записываю, я выписываю шутки, отдельные идеи. Я думаю, что зимой я презентую уже какой-то будет блок, испанский блок, уже будут мои мысли по поводу Испании. Есть какая-то шутка об Испании уже любимая? Моя любимая, как по-испански будет «никогда». Нунка-хамас? Маньяна. А вообще «никогда» это «нунка», но испанцы «нунка-хамас» это как бы «никогда в жизни». Да, я считаю, что «никогда» по-испански это «маньяна». Когда тебе говорят «маньяна», это значит «никогда». У меня есть несколько таких вопросов, которые часто задаю своим друзьям, близким. Что такое счастье для тебя и где ты видишь себя через пять лет? Вот если простыми словами. Слушай, ну для меня счастье – это движение. Я не знаю, это сложно, может быть, это, может быть, не все поймут. Как у Цоя, место для шага вперед. Вот для меня это счастье, что когда я понимаю, что там вокруг меня семья, мои друзья, коллеги, коллектив, компания, что-то еще. И поэтому, то есть я со всех сторон, у меня все хорошо, все нормально, все слажено. И поэтому мы можем шагать дальше к чему-то. И я вижу, ну даже, может быть, не вижу цель конкретную, но вижу направление, куда нужно шагать, направление. И есть возможность идти. Значит, нужно идти. И вот для меня вот это все в совокупности есть счастье, когда ты не переживаешь за тылы, за жену, за дочь, за друзей не переживаешь. Все, у них все нормально, все хорошо. Мы вместе можем куда-то двигаться. И я могу двигаться. И возможность движения, возможность прогресса, возможность к чему-то идти – вот это для меня есть счастье. Ну, на самом деле, ты, мне кажется, психологически здоровый человек. Я увлекаюсь этой темой всем. Это просто самоактуализация, то, что ты рассказываешь. Ты пермира масла. Ты закрыл базовые потребности, все безопасности, все накормлены. Дальше ты там дом построил, потом ты свое место в социуме занял, профессия, все. А дальше самоактуализация, творчество, всегда вызов, он как бы к новому. Всегда шаг вперед. Да, видишь, очень многие просто… Нет, многие с мной спорят, говорят, что у тебя должна быть конкретная цель. Ты должен поставить конкретную цель и идти к конкретной цели с шагами. А мне так не выходит, потому что, ну, в творчестве сложно обозначить конкретную цель. Ну, то есть, там, ты можешь обозначить цель «я хочу купить дом». Ну, я могу понять такую цель, да. То есть, вот я хочу купить дом, это моя цель, я к ней иду. А в творчестве, ну, как? Ну, то есть, эти же все цели, они могут быть только тактические, но не стратегические. То есть, творчество-то какое? Я хочу быть самой знаменитой рэпер мира. Ну, это очень странная цель. Ну, как? Или, ну, что это? Я хочу быть самой крутой стендапер в мире. Ну, как? Как это измеряется? Ну, что это? А вот, поэтому, мне кажется, что у творческих людей у них тактические цели. Что я хочу записать свой альбом своих песен. Вот хочу. Все, написал песни, собрал коллектив, записал песни, выпустил альбом. Достиг цели. Ну, теперь надо следующую. То есть, вот, ну, хочу сделать свой стендап-концерт. Хочу открывать свой стендап-клуб. Вот сейчас, вот я сейчас хочу открыть свой стендап-клуб в Валенции. Это творческое самовыражение. Кстати, я читала интересную статистику, что такие люди живут дольше всего. В Испании, на секундочку, средняя продолжительная жизнь 83,5 лет. А знаешь, почему дольше всего? Потому что, нет, это очень плохо ставить конечную цель. Потому что точка B никогда не наставит. Люди в погоне за точкой B теряют здесь и сейчас. Они несчастливы на самом деле. Когда ты живешь, мне кажется, очень-очень правильно. Но когда ты знаешь, что у тебя никогда не закончится твоя цель, это ученые так живут, это садоводы, те, кто новые сорта выводят, деревья, фрескени. Они ждут всегда, что будет на следующий год. Вот эта вот точка B не наступает никогда. Писатели и так далее. Поэтому, мне кажется, ты выбрал очень здравый подход к жизни. Спасибо, Ольга. Живите долго. Спасибо. Серьезно. Антон, я вижу по социальным сетям, как ты буквально набираешь с огромной скоростью знаменитость с Валенсии. Даже те люди, которые, возможно, не имели возможности, возможно, не имели возможности, прийти к тебе на выступление, когда ты в Украине был, когда в Турции. Но здесь они хотят тебя видеть. Я вижу такой спрос среди украинцев. А испанцы к тебе приходят ожидать? Ну, только с женами. То есть те испанцы, у кого наша жена, тех жена тащит на выступление. Вот так бывает, да. А планируешь какую-нибудь коллаборацию с испанцами? Стендап – очень популярный вид творчества. Слушай, нет. Опять-таки, это вот такая, это какая-то далекая цель. То есть понятно, что в каком-то далеком будущем, ну, это не то, что я мечтаю, но я был бы очень рад в какой-то момент выйти и сделать хотя бы 10-минутный стендап на испанском языке. То есть вот это, ну да, можно сказать, что я мечтаю об этом, что я к этому иду. Что когда-нибудь я скажу, ребята, а я выучил испанский, я научился на нем шутить, я сейчас выйду и докажу это, я это сделаю. То есть даже не на английском, а на испанском выйти и выступить со стендапом. Когда-нибудь это случится. Ну вот, поэтому нужно пройти определенные этапы. Сейчас откроем свой клуб, начнем вечеринки делать, я начну учить испанский язык, и через какое-то время я уверен, что я это сделаю. Мы это сделаем. Потому что в Испании много стендаперов и хороших стендаперов, прикольных. Мне сложно оценить, потому что я должен переводить каждое слово. Но они хороши. Поэтому я думаю, что рано или поздно мы покажем испанцам, что мы можем на их языке шутить, и им будет смешно. Здесь просится рекламная вставка, не думала я видео, но агентство How to Spain официальный представитель всех испанских школ с аккредитацией Института Сервантеса. И вы можете с нами приобрести как краткосрочный курс, так и долгосрочный для визы. И с нами цена будет в среднем на 7% ниже, чем напрямую в школе. Или бесплатное оформление студенческой визы и даже карты студента. Это наше классное предложение. Именно с этого предложения получилась наша компания. То, что никто так не делал, я говорю, давай мы не будем курсы продавать, так как все раньше продавали, давали скидки, сейчас этого уже не в школе обрезали, только у нас есть. Но я говорю, давай мы будем визы делать. Просто в подарок визы, и комплексно все. И вот оно пошло дальше. Да, потому что никто так не делал, и оно очень круто зародилось. И благодаря этому предложению мы уже в разные направления ушли. Я смотрю на эту страну, ну, я не вижу здесь какого-то идиотского расходования средств или какой-то... Я не вижу случаев какой-то ужасной коррупции. Поэтому меня не смущает. То есть я готов платить налоги, если я вижу, что в стране все устроено грамотно и по-честному. Здесь коррупция есть, но она на высоких уровнях. То есть здесь нельзя за шоколадку решить вопрос с девочкой из администрации. Но на уровнях высоком, если посмотреть на лоббирование интересов, то очевидно будет, что лоббируется интересы корпораций. Да, такое есть везде, конечно. Но, по крайней мере, это не... Ну, ты же понимаешь, что... Безопасно, комфортно. Меня тоже все устраивает. Хотя я часто жалуюсь в своем телеграм-канале, как все плохо и как очень сложно автономо и малому бизнесу здесь выживать, потому что страна для этого не очень адаптирована, скажем так. Но если сравнивать все плюсы и минусы, это значит, я с тобой согласна, что Испания и Валенсия – это золотая середина. По поводу минусов тоже. Мне кажется, что все-таки испанцы будут более тщательно и щепетильно относиться ко всем нам, приехавшим, вообще ко всем выходцам из СНГ. Они будут к нам присматриваться чем дальше, чем более пристально. И поэтому, если ты приезжаешь и приводишь с собой деньги, то будь любезен доказать, что эти деньги получены легальным путем и так далее. Тебе нужно подтвердить, собственно, источник происхождения денег и так далее. Вот это для многих, я думаю, станет минусом для многих из тех, кто собирается ехать сюда, что нужно быть готовым к этому, что испанцы спросят, а откуда у тебя деньги? Минус, что все-таки нас здесь много, нас сюда много приехало. То есть Испания не совсем испанская, причем каждый из нас думает, что он хочет жить в Испании, и никто не хочет уезжать. Да, большие города, ну, всех тянет в большие города, в Барселону, в Валенсию. И, конечно, вот то, что я уже говорил, с чем мы столкнулись, что школу не так-то просто ребенка определить. В школу, да. Везде очереди. То есть мы вот попали в школу, нам сказали, есть кружки, есть кружки при школе, в которой можно ребенка записать. Мы подождали один день, через день не было ни одного места, ни в одном кружке. Все, занимайте очередь, если вдруг освободятся места, попадете. Там школы испанского языка, какие-то вот есть бесплатные школы испанского языка. Туда тоже попробуй запишись. Там везде очереди, везде забито, тебе никуда попасть невозможно. То есть нужно тоже к этому готовиться. Это тоже минус, то, что, ну, здесь не будет так просто. Тебе нужно будет пробиваться, тебе нужно будет искать себе место. И вот и для своего ребенка, и для себя. Ну, вот и нужно к этому тоже быть готовым. Ну, я к этому готов. Будет сложнее, наверное, ты эти минусы рассматриваешь, что и точки зрения, что когда ты говоришь на родном языке и находишься в обществе, где ты можешь порешать, это немножко проще. Туда ты приезжаешь, и просто все новое. Или прям минусы. Да, это тоже минус. Это тоже минус, что ты не можешь так просто, ну, языковой барьер. Он работает. Испанцы далеко не все знают английский язык. То есть даже если ты владеешь английским языком, это зачастую не помогает. Вчера вот ко мне приехал курьер. Он мне звонит и говорит мне по-испански. Я говорю ему, но обла испанел. Он слышит, продолжает говорить на испанском. Я повторяю, но обла испанел. Он слышит, потому что он по-другому не может. И он пытается как-то донести свою мысль. Я говорю, я не понимаю. Там сложные слова, ну, доставка. И мы с ним встретились и жестами, просто жестами попытались договориться, и у нас не получилось, потому что у него ноль знаний английского языка, у меня минимальное знание испанского. А гугл-переводчик? Ну, вот, да, в итоге гугл-переводчик. В итоге через приложение только, да. Что еще? Именно в Валенсии, возможно, какие-то минусы, с которыми ты столкнулся. Говорят, что здесь канализация воняла, например. Да. Умете ли такое? Город не такой чистый, как мы себе в голове рисуем чистую Европу. Нет, это, ну, такого нет. У меня дочь все время. Мы ходим, она говорит, испанцы плюют жвачки на пол. Ну, потому что она видит, что улица у всей натерными пятнами от жвачек. Ну, это не испанцы, кстати, часто это иностранцы. Но кто-то местный, не турист. Конечно, это кто-то турист, да. Ну, да, город не такой чистый, каким мог бы быть. Ну, да, тоже, часть это минус. Да, тоже согласен проблемой с канализацией, потому что старый город, особенно там в центре, ну, да, это часто очень слышно, что где-то застырилась канализация, ее слышно по всему району. Что тоже такое бывает. Ну, это такой минус, который я легко... Меня сейчас не чувствую. Когда мы первый раз приехали, мы еще не жили в Валенсии, мы приехали, гуляли по старому городу, я говорю, в фото так воняет канализация, тут никогда не буду жить. Рассказывай, ну, я реально сейчас не чувствую. Либо я уже принюхалась, привыкла, либо они что-то исправили. Вот ты чувствуешь запах, я не чувствую. Нет, чувство, конечно, чувствую, но не сейчас, нет, сейчас нет. Но в целом, да, часто очень чувствуют, это есть. То есть это какая-то у них глобальная проблема общегородская. Антон, помимо сложности с испанским, увидели ли вы сложности с Валенсиана? Наверняка он тоже присутствует. Я... Это сложно, ну, то есть, когда ты не знаешь испанского языка, то тебе на слух тоже испанский и валенсианский, ты не можешь его различить так быстро. Поэтому я не понимаю, ко мне, когда люди обращаются в кафе, я не могу сразу понять, на каком языке он говорит. Я испанского не знаю, а тем более валенсианского. Я понимаю, что со временем, видимо, это, ну, я начну овладевать, но я думаю, что первая будет дочь, конечно, потому что, ну, у нее и валенсианский есть в школе, и валенсианский, и испанский, и английский, и она говорит на русском, и на украинском, то есть у нее вот эти все пять языков, но пока вроде бы голова вроде не трещит. Какие возможности у нее, представляешь, вот она просто закончит школу, она будет полиглот, мультиглот, будет говорить на всех языках, и такие люди всегда востребованы в любых компаниях. Это вообще довольно круто, что в Испании так, что они, что у них в Испании, внутри Испании, несколько языков. Четыре официальных языка. В Испании 17 автономных сообществ, и два автономных города. И в зависимости от автономного сообщества, может быть свой региональный язык. Мы живем в автономном сообществе Валенсия, соответственно, у нас Валенсиана, в Каталонии и Каталана, и если обратить внимание, то в школах, везде, все документы на двух языках, и даже вывески. Если было, например, на севере Испании, например, помпона, это название на Кастыяно, но ирунья, это бакский язык. Они вообще разные. Я замечала, но меня все успокаиваются, ну я тут недавно, только 4 месяца, но меня все успокаивают, что языки похожи, поэтому никаких проблем не будет, все нормально, что-то не катастрофа. Я тебя еще больше успокую, я за 10 лет ни разу не слышала Валенсиана в повседневной речи. Его используют... Все-таки испанский? Да, классический испанский, Кастильский, как правило, кафе в отелях. То есть его не используют, Валенсийский используют обычно для сдачи экзаменов, если ты работаешь на государственной службе, то должен сдать этот экзамен такой определенный отсев, чтобы защитить автороприятие общества и так далее. Когда я еще дойду до государственной службы в Испании? Либо в государственных органах, но как ранее сказала, обычно идет на двух языках, на классическом испанском и на региональном, поэтому проблем не будет. Но если дочь захочет быть медиком или инженером, кем-то на официальной работе, тогда ей нужно сдать экзамен, он называется Хочисионис, и туда включен Валенсийский. Поэтому не переживай, тебе Кастильского вполне достаточно. А мне нравится испанская маньяна. Если бы здесь все всегда было точно и в срок, да и просто без бюрократии, не было бы агентства How to Spain. А так существует маньяна и успешно развивается агентство How to Spain. И Антон выбрал наше агентство для того, чтобы быстрее интегрироваться в эту страну. Друзья, если вы хотите переехать и интегрироваться в Испанию, обращайтесь к нам. Мы с радостью поможем вам на каждом этапе. И вы поймете, что маньяна – это не про каждого в Испании. Если вы хотите видеть больше интересных историй, известных личностей, которые переехали в Испанию и делятся своей историей, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и делитесь комментарием. Это не стандартная фраза. Действительно, ваша активность помогает развитию YouTube-каналов. Поддержите нас лайками, и мы будем искать интересных гостей для вас. Спасибо, что были с нами. Субтитры сделал DimaTorzok